Самых умных школьников наградили дипломами и вручили им денежные сертификаты. Во Всероссийской Олимпиаде с сентября по апрель ежегодно по 24 предметам проверяют свои знания ученики с 5 по 11 классы. Так, 11-классница Лиза заняла в этом году первое место по русскому языку. Наверное, самое трудное было последнее задание, где нужно было переводить на русский язык с древнерусского. Это было сложно. Дипломы участников Олимпиады действуют 4 года и дают право поступать в любой университет России без вступительных испытаний по профилю Олимпиады с итогами школьного аттестата. В такой Олимпиаде по английскому языку ученик 59-й гимназии Роман участвует впервые. Ему удалось занять первое место. Ну, с заданиями, которые там были, я уже знаком, поскольку я раньше сдавал экзамены по английскому языку, поэтому они также не были для меня особо сложными. Олимпиады включают в себя четыре этапа – школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Во Всероссийской Олимпиаде школьников я участвую уже третий год и каждый год я занимаю места. К примеру, в этом году на муниципальном уровне у меня второе и третье место. Ну, Олимпиады – это, в первую очередь, расширяет кругозор, и я считаю, что это очень полезно не только для общего развития, но и для самого себя. Для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, нужно, конечно, иметь очень многие качества. Во-первых, умение принять решения. Во-вторых, быть настойчивым. В-третьих, знать предмет и, конечно же, иметь такое креативное мышление, потому что в Олимпиадах всегда очень много задач, заданий именно вот такого нестандартного типа. Победители и призеры, занявшие первые, вторые и третьи места, прошли в республиканский этап Всероссийской Олимпиады школьников. Далее победители отправятся на Россию.